многие из вас не видели мою черную молнию про нее буду отдельно обзор снимать сейчас постоянно зарядку надо в садик за сыном поехать не смог я на вот этом выехать потому что аккумулятор и впихнула ключи найти не могу ну очень сложно как бы год прошел я уже не помню куда в том году впихнул но лежат где-то надо найти проверить что сигналка здесь работать сюда такое аккумулятор я уже показывал здесь снизу ставится 2 бакс бакса банка по 18 ой по 16 вольт вроде бы аккумулятор здесь стоит 64 вольта в сумме там не стандартное видео было и вот он мой красавчик после дтп надо новые зеркала наверное искать мне вот это не нравится ну здесь асфальт здесь зашлифовать зашкурить блин здесь я так понимаю это нанесено лаком покрыта тоже надо что-то сделать наверно покрашу так другой цвет крыло здесь вот видно падал когда могут а здесь вот по асфальту шкребло и вот здесь сломалась вот это я вроде под прямо под прямил под промыл но это тоже надо разбирать крыло делать но это все фигня весит он если кто не знает очень много блин под 90 килограмм вот фару заполировал немножко сынок у меня переборщил то есть дрель кай все вот здесь вот видно коцаки но на камеру другую потом буду обзор снимать вообще покажу вам первый раз вы это видите в этом году соответственно этот вы видели в том они кочевали у меня зимой 2 на улице это у меня дома стоял с другими стоит так как на него ключи то всегда есть я его и вытащил это даже не скажу чё это и какая мощность нельзя пока говорить но сразу скажу что блин вот под эту штуку я хочу лить и себя это мне пока мечта к дорогая там 50 тысяч он стоит на 30 ампер часов примерно как повезет короче двухместные ездил ли втроем на нем приседает будь здоров вообще клиренс пропадает но супер-супер мне он очень нравится максимальная скорость здесь 60 прям честно 60 на 100 процентов заряженных батареях когда остается меньше тогда около 55 то есть уже чувствуется не так он разгоняется один раз ребята один раз всего лишь в середине зимы я все заряжал все нельзя и заряжать каждый месяц я посмотрел этого достаточно ножевых аккумуляторах так что сильно не насилуйте то есть и при том как начать заряжать надо завести их покрутить ручку газа то есть чтоб сработал режим рекуперации либо держать хотя бы минут двадцать там хотя бы 10 минут выдержите здесь это я вымывал его как он называется порошком стиральным осталось ну блин осень осень работа дофига было осталось чуть-чуть так это все за полируется потом отмоется ништяк спасибо хорошим блогерам которые делают нормальные обзоры где я высмотрел такую вещь чтоб не ручками да есть диск специальный который можно отполировать пластик только единственно там они конечно немножко не учли как именно отполировать пришлось допирать до этого самому но все равно спасибо так и все сейчас полчаса я гоняю за сыном потом ставлю на зарядочку и скоро буду встраивать датчики к те которым не прислали для того чтобы следить чтоб аккумуляторы не перегревались вот такой от мини ролик а сегодня у нас 15 4 так что можно было давно уже выехать на самом деле можно было в начале месяца еще выход но просто все как-то блин то что стоять он будет то на улице аккумулятора не нельзя морозить меня все-таки убивала то есть лучше пусть плюсовую температуру стоит сейчас я смотрел нас по градусам днем что-то до 10 до 16 ночью до от пяти до 10 градусов тепла это нормальная температура аккумуляторы здесь агм но они гелевые то есть как это понять то есть агм аккумуляторы по напряжение гелевому это блин как не 14 2 вольта то есть это тяговые аккумуляторы агм на 14 2 вольта ну это фишка такая китайская то есть аналогов подобных нету многие ставят гелевые аккумуляторы но гелевые кончаются быстрее вот как то вот так на этом все всем удачи всем пока